Я так ждала декабря, предвкушала, как буду наряжать дом, ставить рождественскую музыку, делать печенье. Но, видимо, не зря говорят, что ожидание это потенциальное разочарование. И вот уже почти середина декабря, у нас дождь, пасмурно, но зато это идеальное время для осеннего уюта. Так что наливайте чай, кофе и давайте общаться. Продолжение следует... Мы говорили в сентябре, и если ищете, что почитать в празднике перед началом нового рабочего года, то очень советую книгу на пике. Кстати, стоит сразу определить разницу между стрессом и выгоранием. Мне понравилось объяснение в одной статье о том, что стресс это когда слишком много, слишком большая нагрузка, много задач, но при этом у человека есть понимание, что это просто период и он пройдет. А вот выгорание это, наоборот, пустота. Это ощущение опустошенности, потеря мотивации, постоянная усталость и вопрос, что делать, если ты уже оказался в этом состоянии. Сразу напрашивается очевидный совет. Если выгорание это изнеможение, значит, чтобы с ним справиться, нужно восстановление. Прежде всего, это базовые внешние изменения, достаточный сон, здоровая еда, достаточное количество воды и движение. Но не знаю, как у вас, у меня в прошлом году было выгорание, и это состояние, когда тебе просто ничего не хочется. И возникает такой зазор между знанием и действием. То есть, что кто-то не знает, что нужно правильно спать, питаться, пить воду и двигаться, конечно, да. Но когда мотивация на нуле, прежде чем начать действовать, нужно ввести себя в состояние начать действовать. И поэтому первый шаг это осознать и принять свое состояние. Мне кажется, что я бы могла снять одно видео про осознанность, и это было бы моим ответом на все проблемы. Осознанность – это ясное, безоценочное наблюдение за содержанием своего сознания. Ключевое слово здесь – безоценочное. Мы оцениваем эмоции и состояния как плохие и хорошие. Но проблема в том, что для нашего мозга часто хороший – это приятный. Но, как вы понимаете, не всегда то, что приятно – это хорошо, и наоборот, не всегда то, что хорошо – это приятно. Приведу такой физиологичный пример. Например, у меня были естественные роды без какой-либо анестезии или гипноза. Я этому очень рада, но здесь важна установка. Моя мантра на родах была – это просто ощущение. И это действительно очень интенсивное ощущение. В этот момент тело работает на пределе. И если ты оцениваешь его как боль со знаком минус, и тебе кажется, что что-то не так, и ты начинаешь этому сопротивляться, то будет гораздо тяжелее. И в то же время, если ты становишься наблюдателем и осознаешь, что это просто проходящее ощущение, то у тебя появляется дистанция. И это помогает в разных ситуациях, потому что ты не ассоциируешься со своими мыслями или эмоциями, а можешь ясно видеть ситуацию. Проблема не в том, что мы испытываем негативное состояние, а в том, что нам кажется, что это ненормально, и мы этому сопротивляемся. И в этом случае сопротивление усугубляет проблему. Негативные состояния и эмоции дают сигнал, в каком направлении двигаться или наоборот не двигаться. Знаете, это как дорожный знак. Он указывает тебе в противоположном направлении, но ты вместо того, чтобы изменить свое направление, меняешь направление знака. Неприятное состояние – это возможность для роста. Как писал, по-моему, Насим Талеб, силы не в том, чтобы игнорировать свои эмоции, а в том, чтобы их приручить. Поэтому если ты устал, тебе ничего не хочется, и ты не знаешь, что делать дальше, не делай ничего. Остановись и прислушайся. О чем говорит тебе это состояние? Как я оказался в этом состоянии? Что я хочу изменить? Что для меня важно? И вот после того, как ты дал себе это время, и глубже понял себя, вот тогда появляется ясное направление, можно устанавливать цели, заниматься здоровым питанием, двигаться и так далее. Как говорится, не важно, сколько хорошего с тобой происходит, важно, насколько ты становишься лучше. Вот, ребята, в описании добавлю видео на схожие темы, осознанность, вдохновение и так далее. Так что можете посмотреть. Отдыхайте и до следующей недели. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok